Здравствуйте, дорогие друзья! Ой, надо поправить. Ага, тельник. Сегодня у нас понедельник, 29 апреля 2024 года. Даже не знаю, как назвать эти новости, друзья. Ошеломляющие, сногсшибающие. Знаете, для кого? Послушайте внимательно. Вы, наверное, уже поняли, для кого. Примерно, приблизительно. Тема какая, да? Пишите комментарии, поняли? Начинаю новости, друзья. Щука на вес золота. Да, да, да. Новые правила для рыбаков. За уловом, вот на рыбалку пойдете, за уловом придется ходить с рулеткой и весами. Зашибись! Послушайте внимательно, рыбаки. В Латвии приняли поправки к правилам рыбной ловли. Ловли раков и подводной охоты. Вот о чем речь будет. Суть новшеств такова. Изменится количество улова, разрешенного к хранению рыбаками. Лимит улова некоторых рыб снижен, других увеличен. А муниципалитетам разрешено определять акватории, в которых разрешен отлов раков. И все же рыболовы, знакомые с правилами рыбной ловли, в других странах считают, что в Латвии эти правила довольно демократические. Рассказывает Латвийское радио 4. Представитель Министерства земледелия Энессе Бартуле рассказала, одно из положений этих поправок касается объема улова рыб. В частности, количество рыбы, которое может оставить себе рыбак. Они основаны на заключениях института БИОР. Предусмотрено снижение лимита улова для трески с 10 до 5 штук. А теперь рыбочки, внимательно послушайте. Трески с 10 штук до 5 штук будет теперь. А для угря с 3 до 1. В некоторых озерах, где угрь не может свободно мигрировать в море, разрешено оставлять 3 угрей. Для этих двух сортов рыбы сокращение лимита улова связано с тем, что ресурсы этих рыб нужно охранять. Это делается не только в Латвии, но и в масштабах всей Балтии. А вот для ВИМБЫ, вот ВИМБочка, вкуснятина. А вот для ВИМБЫ лимит увеличен. Внимание, рыбаки тоже, это хорошая новость, да. Для ВИМБЫ лимит увеличили с 5 штук до 7 штук. Поняли? Послушайте дальше. Еще интереснее будет. Снижен лимит на вылов судака или щуки. По поводу вылова этих двух рыб у нас был отдельный разговор. Продолжает Энесса Бартура. Вначале было предложение уменьшить количество их улов с 5 до 3 штук. Однако в процессе дискуссии выяснилось, что нам нужно сохранять и оберегать крупные виды этих рыб. Вот какое солнышко, друзья, сегодня. Ой, как тепло. Мы про погоду не хотим. Вот смотрите, как он отсвечивает. Жара у нас сегодня. Да, на солнышке 27-28. Да, однако в процессе дискуссии выяснилось, что нам нужно охранять и оберегать крупные виды этих рыб. Про щуку судака идет речь. Длина которых превышает 75 сантиметров. Рыбачки, послушайте внимательно. 75 сантиметров. Из пяти разрешенных к улову щук и судаков в улове можно держать только одну рыбу. Размер которой превышает 75 сантиметров. Только одну. Если в улове есть такая рыба, то остальные четыре должны быть от 45 до 75 сантиметров. Вот такие и вот такие. 75 сантиметров. Да, это большая щучка. Если это судак. Или от 50 до 75 сантиметров. Если это щука. Еще раз повторяю. От 45 до 75, если это судак. Или от 50 до 75. Если это щука. А лимит на вылов саргана. Вот, друзья, не знаю, что это за рыба такая. Саргана. 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 Вот поправляйте меня, рыбаки. Я даже выпью сейчас, чтобы было понятнее. Да, ваше здоровье. Не знаю, ну, опечатка, не опечатка. Поправьте, что за рыба такая. А вот на вылов саргана установлен на уровне 10 килограммов. Вот что за рыба такая. Я не рыбак, друзья. Так. Любитель был летом, когда вот дети у нас маленькие были. Ну, наловим там этих окушариков, там всяких там каких-то там. Как еще там называлось? Это рыб. Ну, подлечечков ловили. Да, маленькие такие подлечечки. Было, было, было дело. Было, было. Латвичку какую. Ну, на ушицу, да. Там много уже не рыбачил. Я не знаю, друзья. Уже лет 30 не рыбачил. Да, примерно 100 так. Также поправки предусматривают дополнение в списке водоемов, доступных для подводной охоты, подводным охотникам тоже, и в списке водоемов, где установлены осенние ограничения на ловлю лососевых, лососевых. Как правильно, смотрите. Как вкуснее. На ловлю лососевых. Для защиты лососевых, лососевых запрещен лов на реке Барта от литовско-латвийской границы до впадения в Лиепайское озеро и на реке Гауя от Стренческого моста до плотины Пайдерской ГЭС. Запрещен лов на искусственные приманки. Запоминайте. Список водоемов, в отношении которых действует период запрета на рыбную ловлю, дополнен 31 рекой или участками рек. Известный блогер и телеведущий передач о рыбной ловле Нормунс Гробовскис считает, что новые изменения в правилах рыбной ловли – необходимый шаг со стороны правительства Латвии. О, вот у нас какие проблемы. Что вы, что вы. Вот это я понимаю. Молодцы. Молодцы. Пишите комментарии. Молодцы они или не молодцы? Ну, рыбаки, подключайтесь, пожалуйста. Подключайтесь, подписывайтесь, ставьте лайки. И не только рыбаки. И рыбачки тоже. Я морячка, ты моряк. Нам не встретиться. Ты на суше, я на море. Нам не встретиться никак. К тому же, по его словам, вот этого вот рыбака, ютубиста, блогера, к тому же, по его словам, лимит на улов рыбы в Латвии намного выше, нежели в соседних странах. Ну, надо же, вы понимаете, надо догонять. И другие страны, соседние, да, намного выше, нежели в соседних странах. А, например, угря во многих странах Европы вообще запрещено ловить. Понимаете, к чему подползаем? К голодной жизни рыбаков. Да, на подножный корм заставляют их переходить. Травку, зелень кушать, да. Лук, укроп, чеснок, петрушка и такая-то лаврушка. Ну, слушайте дальше. Немножко осталось, потерпите. Рыбакам отдельный привет. Заядлым рыбакам, я знаю таких, да. Особенно на Вимбу, когда, ой, мама родная, весь берег Лея Лупы усыпан. Да и не только. В Латвии максимальный, ну, когда на Вимбу идет, конечно же, да. Да, в Латвии максимальный размер административного штрафа. А что мы хотим? Сейчас про штрафы вам скажу. Штрафа за нарушение правил рыболовства составляет 350 евро. Из-за нарушения правил коммерческого рыболовства. 700 евро для физического лица. Если в результате правонарушения причинен значительный ущерб, нарушителю грозит уголовная ответственность. Вы представляете? Вот так вот. Уголовная даже ответственность. По словам Нормунда Грововскиса, вот этого блогера, ну, я шуткой помню, может, кто нас смотрит постоянно, ютубисты, о, ютубисты, говорит, блогеры с ютуба, с ютубисты. Существует несколько видов браконьеров. Одни ловят рыбу для пропитания, а вот другие для развлечения. Вы понимаете? Одни как концы с концами свести, рыбку поесть, покушать, да? А вот другие для развлечения. Какого развлечения? Ну, ладно, пишите комментарии. Нужно повышать сознательность общества в плане борьбы с рыбным браконьерством, считает Нормунда Грововскиса. Ну, здесь я, конечно, с ним соглашусь. Насчет браконьерства рыбного это 100%. Конечно. Рыбка тоже должна размножаться и развлекаться, и плодиться, и так далее. Потом демографию, да, увеличивать рек, озер, водоемов. В море и так далее. Только вот что-то люди не хотят. Я не могу понять. Вот сравнить. Смотрите, рыбку. Рыбка плавает по дну. Не поймаешь ни одну. Ну, все урезают. Все потихонечку сокращают. Надо догонять. И эти соседние страны догоним, перегоним. И даже здесь. Ну, вот тема про рыбу. Рыбу, да. Пускай она плодится, размножается. А чего же рыбаки и рыбачки не хотят сильно размножаться? Ну, ладно. Это отдельная тема. Хорошо. Сейчас выпью. Будем размножаться. Да? Начинаем? Или не надо? Не, не будем. Ну, в смысле? В каком смысле? Ну, не прямом же. Ну, конечно же, друзья. Это отдельная тема. Демография. Это же демография рыбы. Правильно? Умножить. Размножить. Пускай они там повлюбляются. Да? Ну, кто они? Ну, конечно. Про что речь идет? Про кого речь идет, друзья? Пишите комментарии. Как вам вот это вот? Вот эти вот законы, а? Как вам? Я не буду обзывать. Дуристика. Не, не буду. Да. Повторяю. Щука на вес... Я не назвал? Нет, не назвал. Назвал? Ну, ладно. Щука на вес золото. Ух ты, золотая щука. Новые правила вы заслушали. Для рыбаков. За уловом придется ходить с рулеткой. В общем, полные карманы будут у вас рулетки, весы. В общем, тележку сзади будете таскать. А, возможно, даже целый прицеп. Если на машине, то прицеп складываете. Весы. Да, весы. Вот когда поросят взвешивали там. Ну, в общем, помните, кого держали, да? Вот такие вот весы туда накладываешь. Они тяжеленные. Ой, мамородная. Ну, вот щуки-то бывают. Тоже здоровенные, да? По деревне шла и пела. Да. Это другая тема, друзья. Нет. Да. И с весами. Что ж еще они придумают? Пишите комментарии. Друзья, кругом. По рукам и ногам. Ну, ноги не буду показывать. И потом как-нибудь. Лето придет, покажу. Конечно. Конечно, да. Что, друзья, буду пока заканчивать. Рыбаки. Отдельный вам привет. Желаю, конечно же, и рыбакам, и всем здоровья, счастья, благополучия. Мира, добра и дружбы между народами. Погода зашибись. Хотел шапку одеть другую. Такую. Почтальона Печкина. Да. Ну, более коротенькие. Так, коротенькие новости. Ну, завтра дожди обещаю, друзья. Небольшая прохладца. А днем все равно больше двадцати. Да. До двадцати двух, до двадцати трех. О, он как жарит-парит. Мы уже второе. Солнышко, конечно, жарит-парит. Ну, и жена моя жарит-парит. Да. Что, за ваше здоровечко. Сейчас пойду закусывать. О! Спасибо большое вам за поддержку нашего канала. Пишите лайки. Пишите лайки. Ставите комментарии. Ха-ха! Ну, вы поняли? Ну, переверните, как надо правильно. Подписывайтесь на наш канал. Кто не подписан, я буду скоро по квартирам ездить и по своим домам проверять, вы подписаны или не подписаны. Цигель-Цигеля-Люлё, вы еще не подписаны, друзья. Ха-ха! Большая просьба. Пока прошу. До свидания. Видите? Вы видите? Вот. Скоро увидите. Все, друзья. Да, я люблю пошутить, конечно. Но это не шутки. Это просьба. Просьба. Чтобы вы подписались. Написали какой-нибудь комментарий. Лайки. И поставили какой-нибудь комментарий. Все, друзья. Мира всем, добра. И дружбы между народами. Живите долго, счастливо, друзья. Ну, сказать богато. Ну, друзья, ну, сами понимаете. Ну, понимаете, да? Вы понимаете? До свидания, друзья. Хотел сказать. Хороших вам выходных. У меня каждый день. Каждый день выходной. Ну, у кого-то и выходной. Кто-то посменно работает. До свидания. А то не распрощаюсь никак. Все. Наташа там уже готовит закуску. До свидания. Увидимся. Возможно, завтра. Спасибо вам за поддержку нашего канала. Живакам отдельный привет. До свидания. До свидания.